Всем привет! Это Арчи Босс. Мое озеро покрылось льдом, а дорожки покрылись инием. Самое время приступить к подготовке к зиме. Начнем ее с внешнего контура, то есть с забора. Сетка забора держится вот на таких хомутах, но иногда они приходят в негодность. У меня в 100 метрах море, а здесь озеро. Морские соленые ветра, поэтому водешечка смажем все замочки. Вдруг понадобится. Вдруг понадобится. Закончил с нижним периметром, теперь водопроводное хозяйство. Начинаем, соответственно, со слива. У меня топаз 10, и я научился его уже обслуживать сам. Самое главное понять, куда идут воздушные трубочки, и посматривать после отключения света. Бывает, забивается цикл, или забивается трубочка каким-то обратным давлением. Если вы разобрались с циклом работы, вам достаточно там 2 секунды посмотреть, и вы понимаете, что он правильно работает. Итак, идем к насосному. У нас, если вы помните, живет водяной. Это моя насосная. Аккуратненько, видите, водяной. Итак, первое, что мы смотрим, у дверей уплотнительные резиночки разболтались. Первое, мы их заклеим. И посмотрим, проинспектируем, где еще, на каких дверях оторвались резиночки, чтобы их восстановить и восстановить тепло. Короче, идем дорвать тепло всем. Калоша обычная. Всегда клеил на момент. В этом году взял вот такой клей. Попробую. Два раза в год, несмотря на условного пробега, меняю фильтр на скважину. Перекрыл кран и подачи. Насос автоматик отключили. И откручиваем. Есть. Эта колба у меня вторая уже. Одна лопнула. Это за 7 лет. Где-то года два назад лопнула. О, как вам фильтрик. Такая, так себе водичка, да? Вот так. Такой налет у меня. Бережно надеваем бензиночку. Идем ставить. Тут главное попасть. Важное дело в мужской жизни попасть. Пробуем. Чаряем. Пробуем на протечке. Скважина. Насос. Так, все, посмотрели давление. Все отлично. Никто не сопливит. Идем дальше. Обычно у меня вот в этом столе лежат дрова. Вот для того мангала. И мангали. Нету. Подготовиться. Все мою рубить. Продолжение следует... Взрывами на растопку закончено, теперь посмотрим, какие у нас могут быть вещи стоят, какие надо убрать, чтобы не мешали при очистке снега, или не мешали ротору, чтобы ротор их не засосал. Продолжение следует... За этот сезон море наубрасывало вот столько поплавков. Подобрал их, когда катался на багги. Думаю из них сделать какую-то инсталляцию. В теплицах бочки перевернуты, все, что где была вода, все вылито. Шланги. Со шлангов спущена вода, и они оставлены здесь на случай, если зимой придется где-то что-то качать, прокачивать скважину или что-то с септиком будет. Вот, в таком положении оставляю каждый год на зиму. Если есть щели, так я и так прикрою, чтобы ветром не созывало давление внутри. Так, теперь проверяем механизмы моей экономной жизни. Генератор основной. Есть еще второй дополнительный. Самодельный чехольчик. Проверяем бензин. Возможно придется освежить. В этом году он работал один раз. Так, ну бензинчик надо залить. Масло. Масло в норме, в допусках. Поеду за бензином, заправлю баги и заправлю генератор, чтобы был свеженький бензин. А то, знаете, бывает заметет, и не до бензинчика ничего вокруг не работает. И ты, сирота, на необитаемом острове. Проверю бензин в баги. Вдруг не захочется зимой, как говорят молодежи, пора сдавать бочком, так бочком поедет. Проверяем бензин. Управляемся. Не все же работать, можно поехать, посмотреть, что тут мужички ловят на берегу. Так, что люди ловят? Камбала ловит на селедку. После покатушек вдоль моря и вообще после сезона хорошенько отмываем баги. Соль нещадная штука. Всегда заревает до полного, потому что вдруг где-то закончится бензин, и сейчас еще можно будет слить. Мойку больше оставлять нельзя. Потому что может разорвать водовесальничку или еще повредить мотор. Поэтому все забираем, сливаем и убираем. Обязательно сливаем. Нажали на курочек и водичка тут у нас слилась. У меня стоит дополнительный фильтр. Вот так он забивается. И немногие знают, что есть еще в самой этой трубочке вот такой маленький дополнительный фильтр. Его тоже вытаскиваем на зиму, чтобы она спокойненько слилась и нигде там ничего не осталось. Если у вас где-то есть мыши, что бывает, что если вы, допустим, оставите где-то, вот это колечко резиновое, мыши съедают. Для них это какой-то жуткий дликатес. А не ведомый. У меня есть вывод воды на улицу. Там стоят два крана. Я мою машины, баги и для полива у меня. Мне его сейчас нужно перекрыть. У меня для этого, он отдельно выведен. Он проходит у меня минуя фильтры. Этот водовой. Вот я сейчас закрою кран. Все, я его перекрыл. Мы идем на улицу. На одном я еще остался. Вот он выходит оттуда. И два крана у меня с одного. Защелкивается мойка. И с этого сейчас убираем. Все. И эти два крана я беру и открываю. Все. Надо, чтобы они вот так были в открытом состоянии. Стекли. Убираем до следующего сезона соответствующие предметы ухода за участком. На фоне забот о своем приусадебном хозяйстве, главное не забывать режим жизни ваших домашних животных. Режим это всегда и порядок. Это основа всех больших хозяйств. Если тут большая серьезная собачка, не забывайте брать с собой бинокль или монокль какой-нибудь. Чтобы издалека приметить помеху для нее. Потому что для нее по большому счету существуете вы, ваша семья, а все остальное это помехи. Не забывайте об этом. Иди сюда скорей. Иди ко мне сюда быстро. Иди сюда. Иди сюда быстро. Итак, прошел мой день подготовки к зиме. Отличный денек, отличная погодка. Ни ветра, ни дождя, ничего. Поэтому мы подготовились к зиме. Еще не все сделано. Мы продолжим. Но основные позиции, основные пункты были сделаны. Самое время пойти попить чай шиповником, который я сорвал с утра. Он как раз заварился. Пойдем попьем чайка под музыку. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok